Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходность с реальными событиями является абсолютно случайным. Я не знаю, когда нас будут выпускать, в каком из матчей пока что вот то Абуми Янга, то Роналду выпускает тренер, нас пока что нет. Хотя бы мы выигрываем, одно радует и будем ждать нашего шанса, когда нас выпустят. В основе на следующем матче нам говорит тренер, значит он надеется на нас. Мы должны оправдать его доверие. Посмотрим. Наполе проиграли, кстати, Ферентине в четверть финале Кубка Италии. Лацо проиграли Самбдори 3-1 и Рома обыграла Интер. Так что соперники легкие Ферентино, Самбдорио и Рома. Так что скорее всего мы может быть с Ромой встретимся в финале. В чемпионате сейчас мы посмотрим на каком мы месте. На втором все еще так же 4 очка, но здесь уже на Денаполе у нас лидерство 11 очков. Ну что же, начинаем матч. Давайте, кстати, я бы хотел немного поменять свой имидж, почему бы и нет. А то как бы все надоело вот так вот одинаково выглядеть. В этих нам ничего не дали. Я бы попробовал, может быть, и волосы какие-нибудь другие, может быть. Не знаю, посмотрел бы. Какие-нибудь другие. Может быть, вот такого бы плана бы попробовали. И какую-нибудь бы бородку, прям вот. Именно борода-борода. Ну или тогда бы, может быть, волосы оставили бы, какие у нас были. Посмотрели бы, как бы это смотрится. Ну посмотрим. В Италии все так мужчины ходят практически. Вспомню только бороду Андреа Пирло. Просто невероятный футболист был. Так же насчет формы. Так, бутсы я бы оставил, естественно. Теперь у нас раз зима мы в длинных бы поиграли. Здесь белый голеностоп. Ну и сделал бы нательную майку. Вот так вот поиграем. Может быть, что-то от этого у нас изменится. Под таким имиджем мы немного поиграем. Брутальности, так сказать, добавим. И вот она расстановка. Поехали. Итак, полуфинал Кубка Италии. Ювентус против Санкт-Дори. Интереснейший матч. И, кстати, играем мы наш первый матч с Вирджиллом Блондайком в основе. Скупает Ювентус. Просто денежный мешок сейчас. Но показывает результаты пока что только Милан в чемпионате. Так же скоро у нас начнется еще и Лига чемпионов. Одна восьмая матч против Леона. Посмотрим так же за Наполе. Они играют против ПСЖ. Ну и мы немного свой стиль изменили. Ну что же, снова ничья в основное время. Будет у нас дополнительная теперь. Надеюсь, нас не поменяют. Вроде бы мы неплохо так сыграли. Четыре в створ удара нанесли. А, еще ответный, похоже, будет. Тогда понятно, я додумал. Ну так-то интересней, конечно. Рома пока что обыграет Ферентину 4-1. В чемпионате нас снова не выпускают. Значит, не удовлетворил все-таки тренера. Роналдо. Нападение. 3-1. Мане забивает дубль. Делик дисквалифицирован. Ну, проводим тренировку. Четыре очка у нас пока что не достаточи до Милана. Но тренироваться все-таки нужно. Я бы вообще поменял бы какие-нибудь тренировки. Потому что что-то должно быть еще интересного. Сила, например. Вот силу бы я бы потренировал. Почему бы и нет. Так. Что еще? Стандартные положения. Их бы я бы тоже. Вот штрафные только бы оставил. Пенальти-то уже мы все нормально накачали. Хотя еще можно. Дальше пасы бы именно. Короткие и длинные. Не знаю, можно ли все вместе. Нет, даже навесом здесь сейчас. Так. Защита. Это мы оставим. Ну и пенальти у нас только остаются. Потому что пенальти можно. Будем тогда еще и пенальти. Начинаем. Ну что ж, закончили мы тренировку. Прокачали оборонительные характеристики. Итак, нас выпускает тренер на матч против Болонии в чемпионате. Следующая у нас игра в Лиге чемпионов против Леона. Поэтому надо себя показать именно против Болонии хорошо. Может быть, если мы забьем, тренер подумает и выпустит нас на матч с Леоном. Вот такая у нас расстановка. Поехали. Итак, разминаются игроки Болонии. Для них это интересный матч. Болельщики пришли посмотреть на игру игроков Ювентуса. Наверное, более им это интересно, нежели чем сама Болония. Но у нас очередной матч. Пути к чемпионству. И мы дальше-то проходим. Обыграли. И подадим. Эмри Джан и это наша голевая. Хоть что-то мы наконец-то сделали за Ювентус. Отдали голевую. Уже радует. Просто так мы не перешли, значит, Ювентус. Фух. Отлегло немного. Хоть одно результативное действие мы сделали в этом клубе. Но неплохо левой ногой. Вот так вот на Джана. Он тоже левой ногой. Классно забивает. Классный удар получился. И это 1-0. Мы выходим вперед. А Джан забивает. Сейчас посмотрим, какой гол. Второй гол за Ювентус. У нас никто пока что не останавливает. И может быть это хороший будет сейчас шанс забить еще. И это пенальти. Но это пенальти. Но я не знаю, кто будет его пробивать. Мы неплохо, кстати, бьем. И это удаление еще сейчас будет. Зачем ты нас так сбил-то? Пожалуйста, можно мне? Нет. Конечно же, Паула Дебала будет пробивать. Эх. Забивает Дебала. Мы просто пока что все неплохо делаем. Для Дебала мы зарабатываем уже второй стандарт. И Дебала с них забивает. Мы заработали штрафной в одном из матчей. Теперь заработали пенальти. Но может быть с удалением баллония посыпется сейчас. Ну а для Дебала это. Сейчас мы узнаем, какой гол в сезоне. Шестнадцатый. Он намного больше, чем мы забиваем. У нас всего лишь вроде одиннадцать. Мы уходили из Наполис. У нас столько было в чемпионате. Чемпионата Италии. Не помню, за какой-то он клуб играл. За Милан вроде. И мы пробили. Какую пушку мы забиваем, друзья. Один гол. Один гол наш. Первый гол. Но это просто пушка. Что это сейчас вообще было? Вы посмотрите. Здесь у Брана ложно прошел. И как всадил в самую девятку. Голкипер даже достать не смог. И это наш первый гол за Ювентус. Я надеюсь, после этого матча нас выпустят в Лиге чемпионов против Леона. Но мы забиваем свой двенадцатый мяч вроде как. В чемпионате. Да. Ну и с дебютным голом. Нас поздравит, наверное, тренер. И все. Это разгромная победа над Болони. 3-0. Мы забили гол. Отдали голевую. Станем, наверное, лучшим игроком матча. Я надеюсь, на это 9-1 у нас оценка. И да, мы стали игроком матча. Это отлично. Приходит сообщение. Деликт возвращается. Ну и нас не берут на матч 1-й 1-й Лиге чемпионов против Леона на выезде. Может быть я, потому что все-таки FIFA это продумали. Я заигран как бы за Наполе в Лиге чемпионов. Но не знаю. Посмотрим, как Ювентус сыграет на выезде. Проиграли с счетом 2-1. Но гол единственный забил Манэ. Так что хоть один и есть мяч. Я теперь не знаю. Ван Дайк тоже возвращается, говорят. Дисклифицирован когда-то был. 4 очка. Все так же Милан еще не отступает. У нас игра против Ромы. А против Ромы нас выпускают. Именно почему-то в чемпионате. Ну давайте покажем еще свою игру. Надеюсь получится у нас сыграть ничуть не хуже матча чем в Болоне. Поехали. Итак, интереснейший матч на ваших экранах. Рома против Ювентуса. Адам Йенузай на поле сейчас разминается. Я не понимаю, раз его показывают, значит он недавно пришел в клуб или что. Но вот этот интереснейший матч. Болельщики Ромы настроены. И мы тоже. И шикарно. Как все шикарно было разыграно с Матья Робьё. К нему даже подбегу. Ну замечательно все. Какой замечательный розыгрыш сейчас был. Вот сюда вот отдал на Робьё. А вот тут обратно обработал и пробил. Стоит ли говорить, что сейчас я вернулся на тот уровень. Ну посмотрите, как я еще принял. Внешней стороной стопы принял левой ногой. И правый пробил. Важным причем матчем для Ювентуса. Ну это замечательно наш 13-й. 13-й гол. Ну что же, заканчивается матч. Это 3 очка. Это наш гол. Единственный, который решил судьбу этого матча. Ну что же, нас не берут на полуфинальный матч против Сандори. И ответный. Не помню сколько ничья у нас с ними 0-0. Теперь на выезде надо выиграть их. 2-0. Отлично. Моне дышит травму получает. И мы в финале Кубка Италии. Это замечательно. Дышили получать травму. На 5 недель перелом стопы. 4 очка все так же держится Билан. Я не знаю, будем ли мы еще ответную игру играть с ними. Да, 24-го апреля. Так что еще будут шансы им забить. Ну а у нас тренировка. Ну что же, вот так вот закончилась наша тренировка. Мы покачали еще оборонительные характеристики. И у нас матч с Фразионы. Итак, у нас матч против Фразионы в чемпионате. Все так же у нас 4 очка пока что отставания до Милана. Фразионы идет неплохо. Так на 16-й строчке. И это хороший шанс. Кстати, уже 13 очков, как вы видите, отставания от нас до Наполи. Это отлично. Кстати, Каре, игрок Наполи, стал игроком месяца. Что ж, поздравляем его. Дали ему шанс. Все-таки мы ушли. Там все ключевые игроки, они стали уже там. Ну а мы начинаем матч против Фразионы. И вот такая вот расстановка. Поехали. Итак, вот он домашний стадион Ювентуса. Пименту Кальчу. Неофициальный, конечно, к сожалению. Но в Pro Evolution Soccer это мы все можем с вами наблюдать. Но сегодня у нас матч против слабой команды. Мы сегодня должны себя показывать во всей красе, чтобы нас главный тренер взял на матч Лиги Чемпионов домашний. Причем против Леона. Заканчивается матч. Нулевая ничья. Момент создавали, не реализовали много. Вот сейчас вы увидите 4 удара в створ, 3 не в створ. Ну и вроде неплохо мы так и матч провели, но лучшим игроком все равно. Вот видите, 3 дизлайка мы прям получили. Ну и все. Теперь у нас даже от Милана отрыв в 6 очков. Это очень тяжело. Они, я так понимаю, в ничью сыграли или выиграли все-таки? Похоже, выиграли. Раз мы в ничью сыграли. Да, они Болонию 1-0 обыграли. Но у нас матч против Спала. Тренер нас снова выпускает. Именно с этими командами дает нам играть. Может быть, если мы сегодня забьем пару ничей, против Леона мы все-таки выйдем. Один гол у нас есть в гостях. Это нам на руку. Итак, выездной матч. Играем против Спала. 6 очков теперь уже у нас разница между Миланом. И, скорее всего, вряд ли мы уже выиграем чемпионство. До сих пор мы участвуем в Кубке Италии. Так что, можем здесь побороться. Но и Лига чемпионов еще не будем забывать. Ответный матч у нас следующий против Леона. И пропускает, и пропускает Ювентус этот гол от Спала. Вот это очень странно сейчас было. Не затащил голкипер. Но к нему и вопросов-то нет. Почему сейчас оборона так сыграла? Дали вот эту передачу вперед. А Рабье здесь и Делифт. Вот так вот. Теперь еще мы можем от Спала потерять очки. Хорошая передача от Рабье. И это 1-0. Ой, 1-1. Мы забиваем главное. Сейчас очень хорошо разыграли сейчас в стеночку с Рабье. Сравниваем счет. И именно перед матчем с Леоном в Лиге чемпионов тренер, может быть, это оценит. Очень хорошо между ног еще так прокатило. Я решил уже даже немного обработать мяч. Не сразу в касание пробивать. Потому что всякое уже за этот матч было. Промахивались. Но вот здесь вот отлично. Мы забиваем. Это наш вроде как третий гол за Ювентус. И 14-й гол в чемпионате Италии. Ну что же, очередная потеря очков в чемпионате. Смогли хотя бы забить. Сравняли счет, проигрывали даже спал на выезде. Вроде матч мы неплохой провели. Оценка 8,2 у нас. Мы лучшие игроки матча, я так понимаю. Да. Ну не знаю, все-таки выпустили нас тренер на матч в Лиге чемпионов против Леона. Ну что же, проведем мы тренировку. У нас уже пришло к этому время. Ну что же, закончили мы тренировку. Снова мы все выполнили на А. И у нас матч в Лиге чемпионов. Сейчас все будет зависеть, выпустить от нас или нет. Но так-то мы неплохо сделали. От нас спросили два забитых. Минимум два мы, я так понимаю, их сделали. Наверное. Болонии забили. Роме один забили, один забили с Паулу. Я не знаю, Болонии два ли мы забили. В общем, четыре мяча, походу, мы забили как-то. Вот, оценку мы не получили. Дальше у нас Бреша, Эмпали, Интер и Парма. Три гола, одну голевую еще надо будет отдать. И сейчас все и будет зависеть. Игроки отправляются в сборные. Это уже... А, ну это просто товарищеский матч. Польша и Уэльц. Англия, это Уан Бисака. Коман, Рабьева, Францию. Я в сборную России. Перейра, в Португалию. В сборную Польши. Шиманский. Ван Дайк, Деликт в Голландию, Аргентина. Дебала, Рэмзи, Уэльц и Перин в Италию. Ну что же, встретимся мы либо с Рэмзи, либо с Шиманским. И нас не берут. Нас не берут. И теперь мы будем смотреть. Програли 2-1. Надо 1-0 хотя бы выиграть. И тогда мы побеждаем. Внимание. Ну это просто жесть. Вы посмотрите, что такое за Леон этот. Мы просто вылетели в 1-8 Лиги Чемпионов. Я ни одного матча не сыграл за Ювентус. И это просто жесть. Обидно, конечно. Против Бреши это нас, конечно, теперь выпускают. 8 очков у нас отставание теперь до Милана. Они потеряли свои, я так понял, очки. Нет. Ладно. Кубок Италии. Что у нас там? Мы играем в финале с Ромой, как я и говорил. Так что это уже заявочка. Смотрим дальше. Манчестер проходит Реал Мадрид. Атлетика проходит Байер. Нам, между прочим, Атлетика-то предлагали перейти к ним. Барселона проходит Тоттенхэм. Манчестер Сити катком проходится по Интеру. Челси проигрывает Баварии 4-0. Мы проиграем Леону 5-2. ПСЖ проходит Наполи 2-1. Там 2-0, 2-1 здесь. Можно сказать, что и правильно мы перешли. И там, и там. Посмотрите, по разнице. 3-0. Что Ювентус проиграл. Что Наполи. Валенсия обыграла Баруси. В четвертьфинале у нас Барселона-Манчестер. Будет интересна Атлетика-Бавария. Валенсия-Сити. ПСЖ-Леон. Сразу вот так вот французская команда решили выбить. И давайте посмотрим на Лигу Европы. Что у нас там? Я не помню, смотрели ли мы 1-16. Не знаю. Лацио проиграли Андерлехту 3-2. Динамо-Загреб проиграл Бетису 4-3. Марсель проходит Генг. Шальке проходит Славио. Брага проходит Паук. Монако проходит Фиорентину. ПСВ по пенальти проходит Вольсбург. Севилья проходит Нербахче. Велериал проходит Оленко-Кос. Арсенал проходит Зальцбург. Милан Башк-Шахир прошел. Ливерпуль проходит Лиль. Спортинг проходит Эвертон. Франкфурт проходит Бенфику. Барусин Гладбах-Фейнорд прошла. И Рома проходит Селтик. Здесь у нас уже 1-8 Лиги Европы прошла. Марсель выбивает Спортинг 4-0. Ливерпуль проходит Шальке. 3-2. Вот тоже Шальке дошли максимум до 1-8. Хотя были с нами в группе в Лиге Чемпионов. Бетис проходит Брагу. Арсенал проходит Монако. ПСВ проходит Гладбах. ПСВ вроде чемпионами же стали, когда мы были в Аяксе. Рома проходит Андерлэхт. И Франкфурт проходит здесь Севилью 4-0. И также Милан дальше идет. Милан-Рома. Вот так вот тоже сразу итальянские команды решили одну. Оставит только в полуфинале ПСВ. Ливерпуль. Франкфурт-Бетис. Арсенал-Марсель. Ну и все. Здесь это у нас на чемпионате мира. Не будем себе напоминать об этом. И у нас матч против Бреши. Будем играть. 12 очков у нас Лидерс над Наполе. Но 8 очков отставания до Милана. И вот такая вот расстановочка. Поехали. Теперь мы уже даже не Лига Чемпионская команда. Ну что же. Теперь уже никаких у нас целей определенных нет. Единственное осталось это теперь выиграть хотя бы Кубок Италии. Мы уже в финале. Так что там остался один матч обыграть Робу. Мы их обыгрывали. Я даже Го забивал в чемпионате. Но в чемпионате у нас ничего такого уже нету. Надо остаться на второй строчке. Серебро тоже неплохо. Лиги чемпионов мы просто обиднейшим образом вылетели. Так что я не знаю насколько я еще останусь в Ювентусе. Все-таки это топ-5 лиг. И Ювентус это в реальной жизни неплохой даже вариант для продолжения карьеры. Прямо долгой такой. Но все равно мы дадим предложение. Посмотрим какие клубы за нас денежку хоть кто-нибудь предложит. Но я бы один сезон еще бы прям полноценно отыграл бы за Ювентус. Потому что сейчас Кришчано Роналду уйдет. Кришчано Роналду забивает на последней минуте. Вот так вот выходит он. Заменяет нас. И Ювентус выигрывает все-таки домашний матч. Минимально, но выигрывает. Неплохо здесь Бускец покрутил. Робьё. И вот так вот в ближний угол. Роналду забивает. И забивает свой первый гол в чемпионате Италии. Ну что же, этот матч 7-0 мы получили оценку. Лучше, наверное, кричано Роналду. Нет, Робьё. Ну что же, у нас товарищеская игра. И снова против сборной Польши. Как будто против некого больше играть. Играем еще мы и на выезде. И проиграли 3-1. Ковнацкий 3-1. Три мяча забил. Щеманский, кстати, был на скамейке запасных. Ну и Чалов одним голом отличился. Вот против сборной Уэльса мы-то как раз и выходим. Айрон Рэмзи, наш теперь уже одноклубник. И вот она расстановка. Поехали. Итак, мы в столице Уэльса. Сборная Уэльса нас принимает. Кардив тоже. Вот он, Гаррет Бейл, его прямо сейчас раскрутили. Одноклубники. Можно так и говорить. И замечательный стадион в Кардиве. Не знаю, это официально или нет. Сейчас мы посмотрим. Кардив, Сити Стадион, да. Принимает нас. Здесь вроде как был финал Лига Чемпионов. Может быть и на этом именно стадионе. Ну вот она, Айрон Рэмзи, наш одноклубник. И отлично. Это не сказать, что голевая. Потому что нам сейчас ее действительно не запишут. Но гол мы забиваем. Гапонов прибежал к нападению и забил. Сейчас вам докажу, что это не голевая. Да. Потому что я не отдавал пас. Он просто мне мяч забрал. ФИФА это так не расценивает здесь. Вот отличная подача. Ну, вы видели. Вы это видели. Я ему оставил мяч вот сейчас. Вот. Придержал. И отдал ему. Но ФИФА говорит, что нет. Так что, ну и мы тоже не засчитываем. Так, народная голевая. И мы выходим вперед. И отлично. Мы получаем пас. Входим в штрафную. Обликов. И отлично. Отлично. Мы разыграли. И забиваем гол за сборную России. Теперь уже. 2-0 выигрываем. И так, все только арбитра означает, что матч завершен со счетом 2-0. Сборная Россия выиграет сборные Уэльс. Мы забили один гол, так же как и Гапонов. Ну, и мы будем готовиться, наверное, уже к чемпионату Европы. Который пройдет в 2024 году. Уже совсем скоро. Ну, что же, друзья. На этом мы наш ролик заканчиваем. За Ювентус, как вы видите, уже сыграли 10 матчей. Ну, и статистика, конечно, желает лучшего. 3 гола. 1 голевая передача. Идем сейчас на второй строчке. 8 очков отставания до Милана. И 12 очков лидерства на Днаполь. Так что вторую строчку мы вряд ли уже потеряем. Хорев может забивать и доказывает это. Говорят по новостям. Их кандидаты на звание игрока месяца. Ну, там уж точно нас не будет, да. Здесь мы видим партия. Мы также видим Диога Джоту, да, партия, пля, коди и джота. Ну, что же, а на этом мы завершаем наш выпуск. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жизнь Дома. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok